Сейчас я иду в нижнюю часть Североморска. Вот такие у нас. У нас город трапов. У нас вот подъемы, подъемы, подъемы. У нас сплошные трапы. Город, трапы, вершин. Вот, поснимаю. Вот в этом находится библиотека. Надеюсь, она еще не закрылась. Вот у нас. Сейчас я иду вниз по трапу. Это у нас, не знаю, центр. Ну, ближе к центру уже. Вот. Подхожу к очередному трапу. Вот там внизу, вот это здание. Это здание Дом офицеров. Там происходят всякие представления. Вот. Здесь у нас вот горка такая. Вот очередной трап. Таких трапов у нас бесконечные. Так вот, если... И трапы крутые. Если вот с коляской, то туда-сюда больница находится внизу, ты наверху. И вот так вот, под таким наклоном, надо волочь. Вот. Детика. Вот снимаю вам Дом офицеров с внешней стороны. Тут висят портреты. Сейчас у меня, к сожалению, зрение плохое. Я не вижу. Вот военачальников великих. Здесь у нас также висят фотографии Североморска, подводных флотов, кораблей. Так что слава Северному флоту. Вот такое здание, кстати. Вот. Постройки 1954-го. То есть Североморска. Передаю привет. Вот. Дом офицеров. Ну и наша знаменитая площадь. Вот. Я прогуляюсь сегодня до самого Алёши. Вам сниму. Ну что, вот я в центре Североморска. Вот. Уже... Вот. Уже установили вот такой... Из года в год устанавливается вот такую эту... Я сейчас сообразить не могу. Горку. Раньше что, и снегом? А снега-то нету. Угу. Вот. Ай. Вон ёлку только-только. Всё. А это искусственные ветви? Да, не. Настоящие. А, настоящие. Прикольно. Так. Ну, в принципе, ничего такого особенного показывать нет. Я потом дойду до Алёши. И вам уже Алёшу причал покажу. Вот. Вот у нас тут всегда кукуют голуби. Такое место. Все их тут подкармливают. У нас тут Венеция. Вот. У нас центральная ёлка. Коль, надай, подойду. Полумесяца, да? Тут установили. Вот это здание администрации. А, Саня. Это Саня. Еду с Саней. Это арт-объект с заполнением реальностью. Скачайте приложение. Наведите камеру на световую метку. О. Ну, наверное, тут что-то будет. Ну, вот я иду уже по центральной площади к причалу, к заливу. Вот. Вот наш Алёша. Прям символ Северного флота. Внутри, говорят, у него есть лестница. Можно подняться. Но я ни разу не поднималась. Тут очень красиво вечером. Набережная освещается. Корабли тоже горят огоньками. Вот там все фонари. Сейчас, ну, как во многих городах, у нас есть такая надпись. Я люблю свой город. Вот. Я люблю Североморск. Так что вот так вот. Видите? Североморск. Мой городок. Где летом падает снежок. И сопки. Ветер дружит с ураганом. Мой городок. Мой городок. А вот наш Алёша. Всем привет, кто с Североморска. Прям набережная очень красивая сделана. И город родной навсегда останется другом моим. Мой городок. Мой городок. Где летом падает снежок. И легкий ветер дружит с ураганом. Вот так вот. И сейчас идем по центру Североморска. Вот так выглядит новогодний Североморск. Вот что-что, но в Североморске мне нравится площадь. Вот вообще такая просторная, классная, красивая. И в конце так Алёша. Вот так вот у нас. Что-то так спокойно. Это суббота и народу нету. А с Новым Годом. Привет всем зрителям. Ой, новогодние праздники уже закончились. Всех поздравляю ещё раз с Новым Годом. И, наконец-то, нужно жить дальше. Ой, вообще класс. Что надо знать главное про Североморск? Так, что Североморск это город трапов на самом деле. Постоянные лестницы. И это я нахожусь в верхней части города. И это ещё не единственная лестница, по которой я сегодня буду так подниматься. Постоянно у нас лестницы туда-обратно. Сейчас до старшей сестры не ещё один. Одна горка предстоит. А до средней сестры, до Света, как бы ещё придётся. Вот сейчас я снимаю верхнюю часть нашего города. Впереди вечерняя школа. Мы сейчас идём по Комсомольской. И вон очередная ёлочка у нас на встрече. Такая она... Форма у неё, конечно, сама узкая. Узкая, вот. И я что-то напутала. Я сказала, что с верхней части я. Верхней нет. Всё-таки это тоже нижняя часть. Но если бы я просто шла бы туда же, куда я сейчас иду... О, блин. Здрасте. Дошла. А вот тебе и на. Дошла. Смотрите. Ну вот это очередная была бы лесенка. Тут что-то прорвало. Вот. Сейчас мы обойдём. Короче, если бы я шла с площади с нашей до сестры, то мне бы пришлось... Не знаю, сколько вот ёлка такая у нас. Вот у нас роскошь Североморска. Вот. Блеск, нищета Североморска. Вот. Ну, Североморск очень миленький, хороший городок. Сейчас рекламу сделаю. Все сюда едьте. Это... Так вот, если бы я ехала с центра, смотря с какой точки идти. Я бы, наверное, на трапы только полчаса бы потратила. Потому что трапы крутые, большие. Вот. Ну вот, это вот у нас улица Комсомольская. Но на площади, конечно, покрасивее. Вот. Но здесь находится недалеко ЦРБ. Центральная районная больница. Вот ЦРБ. Так. Ну... А вот это очередной трап, которым я поднималась. Вот. Иду до сестры Света. Вот. Несу ей подачки. Вот. Посмотрим, как они ей. Тут фотографии, альбомы и крымская косметика. Вот. Фух. Я аж, если честно, задыхаюсь по такому трапу. Почувствовала прям аж фитнес-тренировка. Мы над детской площадкой. Напротив церкви. О! Тут тоже что-то. Вот церковь наша. Это уже верхняя половина города. И вот у нас такая вот детская площадка. Магазины. И вот такая инсталляция. Стоит. Тоже вся переливается. Здесь очень хорошо летом. Вот. Это улица Советская. Вот. Колышкино. Пионерская. Здесь очень красиво летом. Тут зелено. Хорошая погода. Вот. Детская площадка. Мы идем меня провожать на автобусе с тройкой. Вон она впереди идет. Сейчас я вам снимаю наш переход. Что это такое наш переход? У нас... О! Смотрите, какие прикольные брошки. Классные. У нас есть подземный переход на улице Северная застала. И в этом переходе идет полным ходом торговля. Вы же. Вот эти. Всякие... Всякая продукция. Постельное белье. Вот. Конечно, раньше были времена, в 90-е. Здесь был бизнес-бизнес. Ну, сейчас... Вот. Такой товар. Многие отделы закрыты. Но мне здесь все время нравилось. И косметику я покупала себе. Всякие сережки. Ну, бижутерию. Будет испортиться, то... Сегодня вам будет экскурсия по Североморску. Ну вот, экскурсия... Мини-экскурсия по Североморску началась. Мы сейчас находимся на Пионерской. В моем районе, где у меня квартира. Вот. Этот... У нас есть несколько таких районов. Это Пионерская, Колышкино, Фулика и... Так, Фулика и Комсомольская. Это самые дешевые в городе районы. Со самыми старыми домами. Ну, старший, наверное, центр, который я вам тоже сегодня поснимаю. Вот. Перед собой вы видите МЧС, который отстроили. Дальше строится... Раньше там были гаражи. Там строится школа. Тут есть, вон, детский садик. Вон машина, где я проезжаю. Там детский садик. И тут находится баня. Все это, наверное, построено за последние... Ну, я не знаю. Ну, баня, наверное, лет 10 назад. А вообще, вот это все за последние лет 5. Ну, школа, детский сад давно тут находился. Но все равно. Пионерская, Комсомольская, Колышкино, Фулика. Считаются не очень такими благоприятными районами. Вот. Когда я ходила к риэлтору, мою квартиру без ремонта, двухкомнатную, ну, я буду говорить метраж, да, 42 квадратных метра, оценили, наверное, 1900. То, что без ремонта и в каком районе находится. Она мне показывала здесь риэлтор-квартиру. В соседнем доме, но с ремонтом за миллион триста. И ее покупать не хотели, потому что у кого есть деньги, покупают немножко в других районах города. Но, честно говоря, мне этот район нравится. Со мной здесь каких-то криминальных историй не происходило. вот, но здесь, да, здесь живут, есть и алкаши, меньше военных, вот. Здесь живет, как говорится, гражданское население нашего города. вот, так что я вам сегодня покажу несколько районов нашего города. вот, так что кто здесь жил, может быть, узнает здесь районы. вот, я сейчас иду к своему дому. уже почти подхожу. вот, ну, район вполне зеленый, вот. И мне кажется, что со временем, конечно, био, как это сказать, репутация его изменится, надеюсь. вот, ну, возможно, здесь не хотят покупать еще квартиры, то, что здесь в Хрущевке, вот. И такая планировка, такие квартиры тоже не нравятся. Ну, конечно, когда я в 15 лет сюда переезжала, здесь все было более маргинальным, скажем так. Сейчас это уже такой цивильненький райончик, вот. Ну, по машинам вы можете посмотреть, что скромные машины более скромны, чем в остальном городе, если я что-то сниму, вот. Здесь, конечно, достаток у людей более скромный. Вот, ну и дома вы видите, в каком состоянии. Ну, это мой двор моего дома. Вот, тут даже нет, к сожалению, детской особой площадки. Хотя можно было бы сделать, вот. Я, скажем так, живу в тупике. Такой райончик. Это у нас Пионерская. А ниже уже... Они же уже доходят тут. Начинается Колышкино. Вот это, по-моему, уже Колышкино. Ну, такой район тихий, спокойный, в принципе. Я никого не трогала, меня никто не трогал. Но у кого высокие, конечно, требования, если военнослужащие с погонами, то и жена, то, конечно, моя квартира и по ремонту, и по району не устраивает. Вот детский садик, который находится рядом с моим домом. Приличный, хороший. Я, по-моему, сюда одно время ходила. То есть ему уже миллион-миллион лет. Вот. Здесь зелено, хорошо. Недалеко совершенно от моего дома. Если бы я, например, жила на Пионерской, то мне бы отвезти ребенка было бы, наверное, минуты три. Вот. Вот так вот. И там уже вдалеке, кто видит, виднеется церковь. Мы к ней подойдем, и я вам обязательно ее сниму. Также рядом с моим домом, вот, совсем недалеко находится Евророс супермаркет. Вот. Там улыбка-радуга со всеми домашними причиндалами. Вот. Вот советская семь начинается. А вот, вот это здание. Это бывший ресторан «Чайка». Двухэтажный был. Очень классное здание. Ему очень-очень много лет. Сейчас тут тоже супермаркет «Пятерочка». Вот. Ресторана уже нету. И если в нашем городе куда-то захочется сходить, то это, скорее всего, кружка. Вот. Вот. Ночная кружка. Там можно, она находится внизу города. Там можно потанцевать. Вот. Это как таверня с рестораном. Там доступные цены. Вот. Потанцевать можно. То есть все демократично. А сейчас я показываю места своего детства. Как я уже рассказывала, тех домов, в которых я расслабила 8 лет, нету. Вот. Вместо одного дома стоит вот такое огромное для военнослужащих девятиэтажка. Вот. Планировали строить рядом тоже, но строительство приостановилось. Вот. Сейчас я вам дальше покажу. Но, смотрите, вот эта зеленая зона, так скажем, мини-парк, он всегда здесь был. Он разросся. Вот. В глубине находился еще дом. Вот. Вместо вот этих, ну, так, вот эти деревья были, и за ними находился наш дом двухэтажный. Вот. Или два дома. Не помню. Вот. Смотрите, какая тут изгородь сделана. Прям садик обжили. Вот. Вот здесь прошло мое детство до 8 лет. Да и потом я сюда частенько приходила. Вот. Смотрите, какая изгородь. Прям кто-то прям постарался, сделал. Вот такое здесь было место. Очень зеленое. Эти деревья, конечно, разрослись. Вот. Никакой здесь стоянки не было. Здесь был просто, по-моему, песок или двор. Вот. И мы здесь бегали вместо этих деревьев, вместо этих, как сказать, машин и асфальта. Здесь бегали дети. Вот. Вот этих деревьев я не помню. Были они, не были. Но вот в этом районе стоял наш дом. Ностальгия, конечно, было очень здорово. Все соседи друг друга знали, общались, дружили. Очень было, конечно, здесь были, конечно, стояли титаны в домах. Туалеты были в квартире. Вот. Но двухэтажные дома здесь стояли. И вот мы здесь бегали. И здесь была как такая деревушка в городе. То есть я даже не помню, чтобы мы куда-то отсюда потом ходили. Это было, по-моему, вот то с желтое здание с сарайкой было. Оно выглядело по-другому. Там были... Ну, у каждой квартиры был свой, как это сказать, кладовка, что ли. Вот. Я помню, перед вами сейчас находится седьмая школа. Считай, мне от дома было спуститься буквально пять минут. И я уже была в школе. Когда я пошла семь лет, мне было до восьми, я жила рядом. Вот. Так что вот моя школа. И вот вид на Североморск. Североморск небольшой город. Вот, считай, у нас есть верхняя часть города и нижняя. И просто, чтобы обойти город, достаточно с нижней части по трапам спуститься. Вот. Вот такой вид. Город очень уютный. Вот. Маленький. И, конечно, сейчас он мне кажется очень маленьким. Когда ты вырастаешь, все тебе кажется намного меньше. И вот тут же, в верхней части города, Североморска, находится церковь. Вот. Красивая, уютная, маленькая церковь. У нас еще есть в нижней части храм. Я там никогда не была. Вот. Рядом с церковью всегда голуби, потому что их здесь подкармливают. Вот. Рядом с церковью, с другой стороны, есть детская площадка. Тоже находится рядом с моим домом нынешним. Вот. Через дорогу буквально. Так что все рядом. Вот такая церковь. Тоже здесь уютно, хорошо. Вот. И здесь отдыхают голуби. Ну и вот начинаются наши трапы. Вот. Что в трапах плохо? Очень высокий наклон. Если, например, спускаться с коляской или подниматься, то это, конечно, адский ужас. И детская поликлиника у нас находится... Мы будем мимо нее проходить. Ее отсюда видно. Она находится, скажем так, посередине. И если ты снизу или сверху без машины и без такси, с коляской или с маленьким ребенком, то, конечно, это минус. Вот. Вот моя седьмая школа, которую я вам показывала. Кстати, я не знала, что сделали такой классный школьный корт. Спортивный. Очень качественный. В наше время, конечно, такого не было. Ну, сейчас просто вообще заглядень. Наше путешествие. Вот. Детская поликлиника. Я вам говорила. Вот детская поликлиника. Вот она. Вот здание детской поликлиники. И у нас перед нами еще один трап. Ну, вот видите, да? Если на видео видно, под каким наклоном. В принципе, спуститься летом. В принципе, можно без проблем. Но вот подняться. То есть, вот, например, туда наверх подняться. И вот сюда. И еще там внизу трап есть. Это еще не конец. Ну, вот это у нас такой мост. Вот, соединяющий опять очередные трапы. И вот это у нас центральная такая дорога. Как проходящая через весь город. Вот. И сверху на автобусе можно доехать до самого низа. С транспортом, в принципе, в Североморске проблем нету. Но вот если ездить студентом из Североморска по утрам, это надо где-то выезжать... Ну, в Мурманске у нас находятся все учебные заведения. Вот. И если туда ездить, то надо вставать... Я вставала в 6 утра. И на остановке уже надо быть в 7. И доезжала до Мурманска. Вот. Вот такая вот у нас дорога. Ну, это основной мост. Для детей у нас также есть в городе несколько детских развлекательных комнат. Центров, скажем так. Вот. То есть, не обязательно ехать в Мурманск. Ну, и здесь в городе тоже есть... Куда сводить детей. Но я не знаю, сейчас они, наверное, на карантине. Вот. Также есть много всяких кружков. Там для рукоделия для девочек. Вязание, вышивание, рисование. Музыкальная школа большая у нас есть. Художественная школа у нас есть. Вот. Так что здесь зимой с этой горки катаются дети. Город у нас достаточно... Северомород достаточно зелёный. Видите сами, что деревьев достаточно. Что хорошо, что если есть машина, можно за город недалеко уехать от города. Есть и озёра, и на лыжах зимой можно походить, вот, и на пикники, на шашлыки. У нас также есть загородный парк. В Н未 picking, Freddy. В Н未 picking when going to каста-то. И н blankом. И н Zelda. КОНЕЦ Я в Североморске, иду с кофе и шаурмой, и иду в одно очень красивое-красивое место. Здесь у нас автобусы ходят, это конечная, на Мурманск, на Росляково, на соседние поселки. Также у нас здесь надпись, я люблю Североморск. Наверное, если я буду 24 июня отдыхать, и это у нас будет парад, и день ВМФ, то, наверное, поеду сюда, буду снимать. Вот такая у нас здесь красота. И я сейчас иду в красивое-красивое место, с красивейшим видом, видом на миллион. Наверное, только в Североморске, и, может быть, в Севастополе, можно увидеть такой вид. Вот море, корабли, красивая набережная. Сейчас я буду пить с удовольствием кофе. Вот такая у нас набережная в Североморске. Одно из самых красивых мест, где мне нравится находиться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ